МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каникулы без происшествий. Привести в порядок детские площадки просит мэрию Биробиджана Народный фронт. Самый лучший день. Сертификат на покупку жилья получила жительница дома по улице кавалерийской пострадавшего от паводка. В честь прошедшего праздника артисты ансамбля «Вдохновение» исполнили перед ветеранами патриотические песни. Отключение горячего водоснабжения ожидает жителей Биробиджана с 20 по 24 июня. Связано это с очередным плановым остановом Биробиджанской ТЭЦ. В это время в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону сотрудники станции планируют провести ремонт редакционно-охладительных установок и парового коллектора, в которых происходит распределение пара к технологическому оборудованию. Следующее, последнее отключение горячего водоснабжения запланировано с 18 по 22 июля. В течение пяти рабочих дней специалисты Биробиджанской ТЭЦ планируют выполнить мероприятие, которое невозможно провести во время работы основного оборудования станции и являются необходимым условием для качественной подготовки к следующему отопительному сезону, который начнется уже через 4 месяца в октябре. Кроме того, в этот период с 20 по 24 июня коммунальные службы планируют перекрыть движение на участке автомобильной дороги по улице Шалам-Алейхима от пересечения 40 лет Победы до улицы Текстильная. Объезд участка будет возможен по улицам Инженерная, Левобережная, Южная, Парковая и Индустриальная. Связано это с ремонтом участка теплоцентрали, на котором обнаружили порыв, еще в мае при первом останове ТЭЦ. Андрей Кирюшин, Кирилл Богаченко, Новости 21. Оперативное распределение дополнительных поступлений в бюджет региональный парламент рассмотрел поправки в основной финансовый документ области в ходе неочередного заседания. В 2022 году необходимо направить около полутора миллиардов рублей на различные социальные сферы. Эти средства поступили из федерального бюджета – 93 миллиона. Из них – собственные доходы области. Основная масса средств пойдет на организацию строительства по программам переселения из ветхого аварийного жилья. Также средства в департамент здравоохранения добавлены. Плюс часть средств идет на пополнение фонда непредвиденных расходов, материальных запасов. В 2022 году больше миллиарда рублей будет направлено на переселение граждан из аварийного жилья. 353,5 миллиона – на ремонт дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Более 50 миллионов – на выплату ежемесячного пособия на детей от 7 до 17 лет. Все поправки в бюджет области и бюджет территориального ФОМС-парламентом были поддержаны в трех чтениях. Также на заседании рассмотрели проекты федеральных законов, среди которых возможность изъятия неиспользуемых земельных участков сельхозназначения, о защите символа победы и патриотизма, георгиевской ленты и остатков захоронений времен Великой Отечественной войны. Ольга Киселева, Кирилл Богаченко, Новости 21. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы на прогулке уцелело. Состояние детских площадок проверили активисты Общероссийского народного фронта совместно с аппаратом, уполномоченного по правам ребёнка в ЯУ. Рейд прошёл в рамках Всероссийской ежегодной акции безопасности детства. Мероприятия охватит как областной центры, так и районной автономии. К обсуждению проблем присоединились представители городской думы и рекотделения партии «Единая Россия». Посмотрим все площадки. Если будут какие-то нарушения, то уже, конечно, будем обращаться к ответственным лицам. Можно обратиться в аппарат, уполномоченного по правам ребёнка в Еврейской области, можно обратиться в Общероссийский народный фронт. Уже мы будем выезжать, смотреть, что необходимо сделать с этими площадками, в каком они состоянии. По словам активистов, жалобы от населения уже поступают. К примеру, биробиджанцев волнует состояние площадки за областной филармонией и за расположение прямо в центре города качели и карусели пользуются большим спросом, особенно на выходных. Но популярное место отдыха нуждается в ремонте с прошлого года – повреждены малые архитектурные формы. На данный момент претензионная работа ведётся мэрией, подрядчику, который это всё делал. Контроль будет производиться общественными организациями, депутатами, и мы считаем, что площадки приведут в порядок. Пока идут каникулы, тянуть с решением не стоит. По итогам рейда активисты направили в мэрию биробиджана соответствующее обращение. Алёна Шот, Богдан Патрин, Новости 21. Дом номер 33 по улице Кавалерийской в Биробиджане только на первый взгляд кажется вполне пригодным для комфортной жизни. Жители как могли поддерживали в нём уют. Так он простоял почти 65 лет, пока не наступил полноводный 2020 год и не внёс свои коррективы. По программе расселения из ветхого и аварийного жилья дом находился в очереди на 2030 год. И если раньше дождаться этого дня было относительно реально, то последствия поводка положения жильцов значительно усугубили. Были обильные осадки, затопляло территорию, квартиры. В квартирах стояла вода в подполе. Мы не могли пользоваться канализационной системой, потому что воде некуда уходить. И поэтому всё шло к нам в квартиры и стояло в ванне, в унитазе. И поэтому уже это предел был для нас. И мы решили обратиться в независимую компанию, которая проводит экспертизу. После того, как провели экспертизу нашего дома, получили заключение на руки, мы обратились в прокуратуру. С коллективным обращением от всех жильцов кавалерийской 33 Валентина Зукур пришла на личный приём к начальнику управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу Андрею Мандахонову. Он поручил разобраться с ситуацией и решить проблему скорейшего переселения граждан. По данному факту была проведена проверка, в ходе которой установлено, что дом действительно попал в зону подтопления 2020 года. При этом ни органами местного управления, ни органами государственной власти еврейской автономной области меры по включению данного дома в перечень утраченных жилых помещений в результате данной чрезвычайной ситуации принято не было. В этой связи прокуратура города обратилась в суд с сысковым заявлением, которое было рассмотрено, удовлетворено. Все необходимые процедуры успешно завершены. Сегодня Валентина Зукур стала счастливой обладательницей. Сертификата на покупку нового жилья, который ей торжественно вручили в многофункциональном центре. Все тревоги позади, а впереди приятные хлопоты, связанные с приобретением новой просторной квартиры и подготовкой к долгожданному новоселью. Ольга Киселева, Кирилл Богаченко, Новости 21. О своем родном спели артисты Биробиджанского ансамбля вдохновения в актовом зале «Дома ветеранов». Свои номера вокалисты представили на праздничном концерте, посвященном Дню России. За 20-летнюю историю существования коллектива репертуар пополнился десятками композиций. Патриотические песни, еврейские мотивы, произведения о городе и области. О их исполнении высоко оценили заместитель председателя городской думы Биробиджана Вера Калманова, секретарь первичного отделения партии «Единая Россия» микрорайона «Осенний» Евгения Бергалина, ветераны, представители рекотделения Союза женщин России Общественной палаты ЕАО. Просто потрясающее мероприятие, на котором я получила массу положительных эмоций. Соответственно, да, это прикоснуться к творчеству, это послушать песни патриотического направления. Я очень рада, что в нашем городе есть такой потрясающий коллектив и хотела бы, конечно, выразить слова благодарности и руководителям, и участникам ансамбля «Вдохновение». Участницы ансамбля отмечены наградами всероссийского и регионального уровней, в их числе медаль «Дочерям отчизны» поощрения депутатов и общественных организаций. Алена Шот, Богдан Патрин, Новости, 21. Смотрите далее. Дорога дорога. Какова судьба злополучного разбитого участка на улице Миллера, выясняла депутат Законодательного собрания Елизавета Славина. Те, кто спасают, с наступающим днем медицинского работника поздравили персонал областной больницы. 236 человек обратилось за медпомощью после укусов клещей в ЯО фиксируется высокой активности паразитов. Чтобы не было нарушений, круглый стол с участием предпринимателей по вопросам изменения законодательства организовали специалисты региональной антимонопольной службы. Этот участок дороги на Миллера известен, наверное, каждому биробиджанскому автовладельцу. В обычные дни он либо разбит, либо после дождя покрыт сплошной водной гладью. В воде здесь некуда уходить. Ливневка с задачей не справляется. А в результате гидроударов состояние полотна становится все хуже и так на протяжении десятилетий сплошных обещаний. Сколько ни было в областном центре руководителей, все говорили одно – скоро починим. Но ВОЗ и ныне там. А ведь это, во-первых, единственная дорога, по которой могут двигаться большегрузы. Во-вторых, здесь все чаще стали застревать автомобили, а другие объезжают опасный участок подвора. Как долго это будет продолжаться? Вопросы разным главам областного центра неоднократно задавала депутат законодательного собрания по данному округу Елизавета Славина. Она пригласила нового главу города Максима Семенова на встречу с людьми, заинтересованными в скорейшем решении этой проблемы. Градоначальник отметил, с водоотведением здесь есть ряд больших проблем, и пока они не решатся, ремонтировать дорогу не имеет смысла. Сюда уже выезжали целая бригада инженеров и смотрели. Изначально, как мне доложили, было два варианта. Сделать прокол через железную дорогу, уводить воду и выводить ее аж в бюру, ливневыми, ливневками, все это. Это очень дорогостоящие и не совсем оптимальные решения. Прорабатываем сейчас вопрос о системе дренажных колодцев. Это тоже как бы трудоемко и затрадное. Есть вариант вывести воду в низину туда, в которой деревья стоят. Правильно, Андрей Васильевич? В эту сторону. Да, сделать пруд-испаритель, облагородить его. Во-первых, это красиво будет. И сделать в рамках комфортной городской среды. Это тоже такое техническое решение. Любые работы здесь связаны с огромными финансовыми затратами, которые лягут на городской бюджет. Только одна подготовка проектно-сметной документации вылетает в копеечку. Из какого кошелька ее брать, неизвестно. Мы должны найти оптимальное решение, которое не ударит по нашему бюджету. Мы в какую-то можем зайти на проект, на программу? Таких программ сейчас нет. Местный бюджет. Мы должны делать, да, это дополнительные затраты, которые упадут на местный бюджет. То есть, вот в чем и проблема. Местный бюджет вот, а задача вот. Да, я понимаю, поэтому я и спрашиваю. Может быть мы, вот я как депутат законодательного собрания, может мы как-то можем поискать? Ввести дотацию с областного бюджета, можете с ними поговорить. Ну, ходатайствовать, конечно. Проблема острая и требует скорого решения. Но, к сожалению, это непросто. Тем не менее, работа по данному участку ведется. И это пусть и маленький, но все же положительный сдвиг. Радует то, что есть уже средства на проект. Проект не дешевый. Полтора миллиона только проект стоит. Сегодня Максим Анатольевич пообещал, что в течение этого года до зимы будут регулярно дорогу подсыпать. Тогда, когда будут проходить большие дожди. И на следующий год мы ожидаем здесь нормальный асфальт. Свои обещания Максим Семенов обычно выполняет. Так что, как отметил городоначальник, до конца июня состоится встреча с проектировщиками. А до конца года будут составлены сметы, чтобы в следующем включить участок в программу «Безопасные качественные дороги». Ольга Киселева, Богдан Патрин, Новости 21. Герои в белых халатах. Праздничная церемония в преддверии Дня медицинского работника прошла в областной больнице. Поздравления с наступающим праздником принимали врачи, средний медперсонал, водители, ветераны отрасли. Все, кто своей работой ежедневно заботится о здоровье и жизни пациентов. От имени главы региона Ростислава Гольштейна перед виновниками торжества выступил зампред правительства ЕО Валерий Жуков. Своей речи он поблагодарил присутствующих за вклад в борьбе с коронавирусом. Вы первые, кто столкнулись с ковидом и успешно с этим справились. Вы первые, кто выполнил полностью план по вакцинации, несмотря на все трудности в прошлом году. Вы те, кто сегодня поддерживает ТНПТ вакцинации. Благодарностями, благодарственными письмами губернатора и грамотами главного врача отмечено 63 человека. Особую признательность от медсообщества получила неонатолог Елена Крючкова. В мае ей, ее коллеге Александру Березаню, команде реаниматологов и среднему медперсоналу удалось спасти сразу трех новорожденных с недовесом. Вот неонатологическая служба средний медперсонал – это руки врача. Вот, какие они будут руки, такой будет успех. Поэтому просто слаженность. У нас там, несмотря ни на что, сложилась команда. День медицинского работника основан в 1980 году. С тех пор праздник отмечается ежегодно в 3 воскресенье июня. В 2022 он выпал на 19 число. Алена Шот, Денис Листюхин, Новости 21. Высокая активность клещей по-прежнему наблюдается на территории Еврейской автономной области. Только за период с 6 по 12 июня от укусов этих паразитов пострадало 53 человека, из которых 14 детей. Всего с начала года за медицинской помощью обратились 236 человек, в том числе 78 несовершеннолетних. Специалисты постоянно проводят исследования снятых с пострадавших клещей на наличие опасных заболеваний. Изучаются и членистоногие, собранные в природе. Если в совокупии смотреть, то цифры по полученным лабораторным исследованиям следующие. Примерно 30% – это боролиоз. Это очень настораживает. Боролиоз – не менее коварное заболевание, чем энцефалит. На втором месте – это грануноцитарный анаплазмоз и монстарный эрхелиоз. То есть это менее распространенные заболевания, но тоже передаются через предоставление клещей. При этом отмечается, что в исследованных клещах не выявлено ни одного случая наличия возбудителя энцефалита. Для обеспечения безопасности населения от распространения инфекций, переносимых этими членистоногими, продолжается проведение окорицидных обработок мест массового нахождения людей. Парков, скверов, детских садов, школ и территорий летних оздоровительных лагерей. Специалисты просят быть максимально внимательными при нахождении на природе. Избегать густых зарослей травы и кустарников, выбирать одежду, полностью закрывающую тело. А при обнаружении клеща обратиться в медучреждение для его удаления и передачи на дальнейшее обследование. Андрей Кирюшин, Сергей Баблюк, Новости 21. Три таких вопроса мы озвучиваем. Какие изменения произошли за последнее время, чтобы были все в тонусе, потому что изменение законодательства ведет за собой изменение деятельности, ведет за собой какие-то последствия. Поэтому мы хотим заранее упредить все нарушения, которые происходят, и показать практику, как на деле применяется законодательство и как без нарушений заниматься предпринимательской деятельностью. Из-за пандемии такие встречи специалистов УФАС и бизнес-сообщества были невозможны. Сегодня учреждение восстанавливает традиции, поднимая самые актуальные темы в ходе встреч с предпринимателями, чтобы те могли задать свои вопросы напрямую специалистам. Ольга Киселева, Кирилл Богаченко, Новости 21. Кирилл Богаченко, Новости 21.